Говорит дальше шейх Ан-Наджи, «Вали мусульм ан-Салбан, радия Аллаху ан-Ху, ан-на-расулю Аллаху саламу акаль». Приходит у имама мусульма с отцов Салбана, то что посланник Аллаха саламу сказал, «Инна Аллаха зау алияль-Арда». Поистине Всевышнего, Аллах скрутил мне землю. То есть, что значит, скрутил мне землю? То есть, уменьшил мне землю и показал мне ее в уменьшенном виде, как на ладони или как в зеркале. То есть, когда можно посмотреть на всю землю одним взором. То есть, если ты стоишь, например, в какой-то деревне, ты не можешь охватить всю землю одним взором. Ты только видишь ту местность, где ты находишься, куда хватает твой взор. Но если ты посмотришь, допустим, через определенные подобные программы, ты можешь посмотреть сразу целую материк, или сразу целую землю, или сразу целый город, или сразу целую страну и тому подобное. Примерно этот смысл. «Инна Аллах зау алияль-Арда». Поистине Аллах скрутил мне землю, как бы уменьшил мне ее. «Пора айту ма шарика ламагариба». И я увидел ее восток и ее запад. Видишь, одновременно увидел сразу всю землю. Восток и запад. «Ва имна уммати саяблюгу мулькуга мазуу и али минга». И поистине моя община достигнет ее владения, ее территории до того, место, которое мне спустил сегодняшний Аллах и показал мне. Отсюда что берется? Что, несмотря на то, что во времена пророков, ас-аллаху алия-салям, земли мусульман были ограничены аравийским полуостровом, то, что пророков там сообщил, то его общины дойдут, открытия и завоевания его общины дойдут до востока и до запада. То есть до того места, которое мне было показано. Говорит, «Ва латыту аль-кандейни» «И мне было дано два клада» или «два богатства». «Канд» — это что? «Богатство» или «клад». Что значит «мне было дано»? Имеется в виду «моей общине». В «моей общине» будет дано два клада. «Аль-ахмар воль-абьед» — «красное и белое». Что такое «красное» и «белое»? «Красное» — то есть «золото». Имеется в виду владение терцов, богатство терцов. А «белое» — имеется в виду серебро или драгоценные камни. Потому что обычно у терцов было золото, а у римлян было перебро. Этими словами пророк предсказал, что Всевышний открыл ему в откровении, что будут завоеваны земли перцов и земли римлян. И богатства перейдут их кому-то мусульманам. «И я попросил своего Господа для моей общины, чтобы он не погубил всю мою общину с засухой». То есть «си общей засухой». А также попросил, чтобы Всевышний не наслал на мою общину врага, кроме их самих. То есть «чтобы не получилось так, что враг пришел и завоевал всю мою общину, со всех сторон все ее владения обратно забрал неверующим». «И чтобы он не разбил их общность». То есть имеется в виду, чтобы Всевышний не наслал врага на мусульман так, что он разбил бояба. Бояба – это что? Целость, общность. Или всю их территорию, чтобы он не смог разбить. То есть даже если враг нападет на какую-то часть моей общины, но чтобы он не смог завоевать всю мою общину. Говорит, «Ва инна Рабби я каль, ва инна Рабби каль». И сказал тогда мне мой Господь, «Я Мухаммад, ом Мухаммад, и за кадейку каван, са инна у ла юрат». Если я предопределил какое-то дело, то оно не будет отвергнуться. То есть так и будет, как я его предопределил. «Ва инна апайтука ли умматика анля ухликаум бисанатин аамма». «И я уже дал своей общине, что я не погублю ее всеобщей засухой». «Ва инна у саллита алейм адуван мельтила анкусием». «И дал им то, что я не нашлю на них всеобщего врага, кроме их самих». «Соя сабиха баилбатаум». «Который бы что сделал? Разбил всю их общность». То есть всех мусульман сразу. «Ва ла у саллита алейм адуван мельтила анкусием». То есть даже если соберется против моей общины, враги со всех сторон они не смогут разбить эту общину мусульман. Отсюда ты что берешь? Что опасность, которая грозит мусульманам, не извне, а изнутри. То есть опасность, которая действительно опасна для нас, это мы сами. То есть сама наша община из-за разногласий и так далее, из-за войн друг с другом, она может прийти к гибели. Но внешний враг, даже если объединиться, со всех сторон против мусульман не сможет привести к гибели, кого самих мусульман. Говорит Хатта Якуна Балдугум, Юглику Балбан, и произойдет так, что часть этой общины начнет губить другую ее часть, и начнет брать в плен другую ее часть. То есть наступит такое, что одни мусульмане будут воевать с другими и будут брать в плен своих же братьев, своих же единоверных. Говорит шеф Мам-Физам, ахраджио мусульман, и это хадис приводит имам мусульман, он соответственно является достоверным. Говорит, варолагу аль-буркани си-сахайги, а также это хадис приводит аль-буркани в своем достоверном сборнике. Буркани, это что? Его сборник, это добавка к хадисам Бухарии и Мусульма на основании иснадов Бухарии и Мусульма. То есть то, что должен был привезти Бухарий и Мусульм, но не привел, собрал в своем сборнике буркани. Можете вы себя отметить, эта книга уже утеряна, не дошла до нас. Опять смотри, кто передает шеф Абдурахман и Махасан, передает этот ревоят, или шеф Ан-Ныжди, точнее, передает этот ревоят из утерянной книги. Можем ли мы сказать, нет, мы этот хадис не будем принимать, потому что до нас в книгах этот хадис не дошел, потому что книга Буркани до нас не дошла, не можем, так как обладатели знаний передают все книг, и в их времена эта книга еще существовала. Так вот, Буркани добавляет к этому хадису еще добавку. Говорит, Он боялся за свою общину людей, которые будут причислены к знаниям, и которых будут люди считать за ученых и за знающих, но они будут сбивать эту общину с прямого пути своими ложными фетрами. И это приведет к чему, что люди миллионами и толпами будут следовать за ними, исходя из их спец, считая их за обладающими знаниями, и этим самым собьются с прямого пути. Это понятно или нет? Говорит, И если упадет на них меч, то он уже никогда не поднимется до самого судного дня. Что это означает? То есть, если уж мусульмане начнут воевать друг с другом, то все, они никогда не перестанут воевать друг с другом до самого судного дня, и постоянно будет в общине мусульман так, что одна часть мусульман воюет с другой частью мусульман. То, что происходит сегодня в разных частях земли. Говорит, И не наступит судный день, пока целая группа из моей общины не принкнет к многобожникам. И не наступит судный день, пока целые группы из моей общины не станут поклоняться идолам. Вот для этого привел шейханнаджи этот хадис. Видишь, в этом хадисе явное заявление, что пророк 800 сказал, не наступит судный день, пока целые группы из моей общины не начнут поклоняться идолам. То есть, этот хадис явно соответствует в голове, то, что будут, будут группы в общине мусульман, которые начнут поклоняться идолам, после того, как были единобожниками. Говорит, И говорит, непременно будет в моей общине 30 лжецов. Что знаешь 30 лжецов? Каждый будет заявлять, что он пророк. Придет 30 человек в моей общине, то есть, после меня, после пророка Мухаммада, каждый будет говорить, что он является пророком. А я, пророк Саусом, кто? Печать пророков. Нет после меня настоящих, действительно пророков. Поэтому, все они казабы, все они лжецы. И не перестанет быть в моей общине группа, которая будет на истине, и будет оказываться помощь от Всевышнего Аллаха. Не навредят ей те, которые оставят ее без помощи, в тяжелый момент, и не навредят ей те, которые будут, противоречески будут выходить против нее. И так будет, пока не придет приказ Аллаха, то есть, пока не подует ветер, и Всевышний забьет души любых людей, сердце которой есть, хотя бы мельчайшая часть веры. Вот этот хадис является каким? Удивительным хадисом. В нем пророк, в основном, предсказал многое из того, что будет до судного дня с этой общиной, и действительно мы видим своими глазами, как все это произошло. Говорит шейх Абдурахман Абдурахман Абдурахман, разъясняя этот хадис. Говорит, этот хадис является достоверным, приводит в Абуда, вот это также ибнумаде, ваяснаду сахиму на ля шарты муслим. И снат ибнумаде, относительно этой добавки, является достоверным, соответствует условиям имама муслима. Говорит, этот хадис передается от Саубана. Что такое Саубан? Он был на отпущенник пророка, сахибау, который был подвижником пророка, и постоянно находился при нем. И после того, как скончался пророк, он отправился куда? Отправился жить в Шам. И он скончался в городе, который носит название Химш, Тана Арба Уакамхин, в 54-м году Хидры. Говорит, собрал для меня, Всевышний Аллах, землю, или скрутил ее для меня. Сказал, кто такой, говорит, Туребешки? Это мухаддис Аль-Фақи, Чаабуддин Фаблюлла ибн Хасан. Он является автором шарха на книгу Масабих Аль-Багави. А шарх этот называется Аль-Муясар Фишарх Аль-Масабих. То есть один из ученых этой общины. Так вот, этот Аль-Туребешки сказал, заводит ушейа жамаа тугу вакабал тугу. Что значит, скрутил что-то? Скрутил что-то, то есть собрал его и взял ее в свою ладонь. Юриду Тақриб Аль-Ба'и Сминга. Пророк Саусам имеет в виду, что Всевышний Аллах приблизил пророку то, что далеко из земли. Хатта талаа алии исцелау алян-кариб. Так что пророк Саусам смог посмотреть на далекие расстояния земли так, как будто бы они близко от него. Говорит, что Всевышний Аллах собрал ему всю землю и показал ему в собранном виде подобно как, подобно ладони, на которую ты смотришь в зеркало. То есть, если возьмешь какую-то вещь на свою ладонь, посмотришь ее в зеркале, увидишь ее, что в приблизенном виде. Говорит, что Всевышний Аллах Саусам «Матамликуху уммати мин актсалмашарих вальмагариби минхах». То есть, Всевышний собрал мне эту землю, так что я увидел все, что завоюет моя община из самых далеких частей Востока и самых далеких частей Запада из этой земли. Говорит, «Ва инна уммати саяблюху мулькуха мазуя ли минхах». Говорит, и моя община достигнут ее владения до того места, которое мне было показано. «Ал-Куртуби» сказал «Ал-Куртуби», то есть, автор шарха на что? Шарха на сахе мусульм. Абу Абделлай или Абу Аббас? Абу Аббас Аль-Куртуби автор книги «Ал-Мусульм». Абта Тасира Абу Абделлай Аль-Куртуби. Говорит, Абул Аббас Аль-Куртуби, «Азал-Хабар вуджида мухбирау камакал». Это сообщение произошло все точно так, как пророк Саусам сказал. «Акса Танчжа бин-нуну нваджим». Говорит, и действительно, владение его общины достигли до самых краев Танчжи. Что такое Танчжа? «Ал-Ладзигуа мунтаға имаарат аль-Магриб или Акса аль-Машриб». Танчжа – это местность на самом конце Магриба, то есть, на самом конце запада. То есть здесь сейчас находится Марокко и подобные места до океана, до самого океана. То есть в сторону запада. А это Египет, Алжир, Ливия, Тунис и тому подобные места и до самого Марокко. И конец самого Марокко город Санджи. То есть до туда дошло владение мусульман. Говорит, до самого конца востока, с противоположной стороны. То есть до самого Хурасана и то, что дальше реки. А это как раз местности Пеки, Узбекистан и тому подобные места, то есть бывшего Советского Союза, нам, постсоветского пространства. Говорит, у Акафир, Менделят, Ас-Синдз, Уаль-Хиндз, Уаль-Сухдз. И многие города, стран Синда, Гинда, то есть Индии и Сухда. То есть это примерно вот эти места. Индия, что еще? Пакистан, Афганистан и тому подобные места, где были Перси. Говорит, у Алям, я таси, азали, калифисан, Минджи, а тем джунупа, щемаль. Смотри, и расширенность владений мусульман не была столь расширенной в сторону юга и севера. Поэтому пророк Сосом их не упомянул. То есть, допустим, до России не дошло так или нет завоевание и тому подобные места. То есть до севера не дошла и юг также. Поэтому пророк Сосом упомянул, что упомянул Восток и Запад. Говорит, у Али-Залика лям язбур, алейсалям ан-на уриягу. И поэтому пророк Сосом не упомянул, что он видел юг и север. Говорит, у Аля Ахбара ан-на мулька уммати и таблюгу. И не сообщил, что владения его общины достигнут юга и достигнут севера. А сообщил о чем? О Востоке и о Западе. Эти слова, Аль-Куртубискини, Аль-Муфим, Шарфа и Муслим, 7 том, 217 страница. Хау-лю-зуя ли Минга. То есть, достигнет моя община до того места, которое мне было показано. Можно подумать, что это слово зуя, мабни, то есть, пришло в форме застывшей, из-за фаиля или из-за мафруля. Говорит, у Атыту Аль-Кандзинь, Аль-Ахмар, Аль-Абляд. И мне было дано два богатства, красное и белое. Говорит Аль-Куртубис, то же, что разъясняет этот хадис, тот же самый из книга Аль-Мухим. Говорит, яни, бия, Кандз, Кисра, Уау, Малик, Аль-Курс. То есть, имеет в виду под этим богатство Кесры. А Кесра это кто? Правитель Кесри. Уа, Кандз, Кайсар, Уау, Малик, Ар-Рум. И богатство Кайсара. А Кайсар это кто? Это правитель римлян. Уа, Кусура, Ума, Уа, Беляда, Ума. То есть, достигнут богатство мусульман, их дворцов и их стран, их земель. Уа, Каткаля, Салалаллаху Алисалям, и сказал пророк, Салалаллаху Алисалям, Уэллязи нафсибиади, ля тунфа ханна куну за ума, фи сабилиллах. Я клянусь тем, чьей злани моя душа, непременно будут растрачены богатства терзов и римлян на пути Аллаха. То есть, все эти богатства будут завоеваны у этих неверующих, а затем будут пущены на пути Аллаха для завоевания следующих территорий, на пути Всевышнего Аллаха, Сану Аталет. Садид приходит у Бухари и Муслима, со словом Абу-Урера, а также слов Джабира и Мусамура. И это из удивительных вещей, которые пришли от Всевышнего Аллаха по Наталет. Что эти богатства, которые находились в руках неверующих и в руках врагов Аллаха, и которые, казалось бы, никогда не принесут пользы религии Аллаха, но Всевышний Аллах предопределил так, что эта маленькая община и слабая община вначале смогла завоевать эти две великие державы их времени и растратила все их имущество на пути Аллаха. Ясно или нет? Нам говорит, Под красным имеется в виду богатство Кейсара. Потому что чаще всего у них было золото. Кейсар это кто? Правитель Рима. Мы перепутали в начале урока, сказали у римлян серебро, у перцев золото. Наоборот, у римлян золото, у перцев серебро. Говорит, потому что чаще всего у римлян встречается из богатства это золото. Уабель абьят анканзи Кейсара, а под белым имеют в виду богатство Кейсары. Кто такой Кейсара? Это владелец сербцов. Лянал галеб индаум канал джоугар вольфиддла, потому что большинство у них это джоугар, то есть драгоценные камни вольфиддла и серебро. Уудди джаликат и халапат Умар. И такое произошло во время правления Умара ибн Хаттаба, то есть правления римлян и державы римлян и сербов пали во времена правления Умара и во времена его завоевания. Потому что привезли Умару, как бы корону Кейсары и его богатство. И привезли ему все, что было в домах его владения. То есть имеется в виду бейтумаль. Бейтумаль это что? В казне. Все богатство, которое было в казне Кейсары, привезли к Умару ибн Хаттабу во времена его правления. И все, что было из богатства в его владениях, несмотря на ее ширину и на ее величие, то есть величие этих держав. В казариках, и так же поступил Всевышний Аллах с Тейсаром. И красный и белый приходят в форме Назба, как в состоянии Бадала. Я попросил своего господа для своей общины, чтобы он не погубил ее страшной всеобщей засухой. Так пришло в основе книги Шейханнаджи частицы Ба. То есть по идее можно было просто сказать Общей засухой, но пришло Диамма. Это ревая достоверный, правильный. Так он приходит у имама-муслима. Вафибалдая бихаттига. А в некоторых реваятах без этой буквы Ба. Хан Аль-Куртуби сказал Аль-Куртуби Вакааннахазаида. Как будто бы эта буква Ба является дополнительной. Лян Амма сифат Устана. Потому что общее это описание засухи. То есть общая засуха, которая постигнет сумму и общину. А что такое сана? Сана это Аль-Джадб. Засуха. Аль-Лазьякуну би Аль-Халак Аль-Аб. После которой приходит всеобщая гибель. Ва-Юсаммал-Джадбу Аль-Кахту Сана. И Джадб и Кахт, то есть все это переводится как засуха. Называется в арабском языке Сана. Ва-Юджмал-Аля Синин. Во множественном числе Сана будет как Синин. Кама-Кала Та'ала, как сказал Всевышний. Ва-Ла-Каза-Казна Аля Ферауна без Синин. И мы схватили семейство фараона Синином. Что такое Синин? То есть многолетними засухами. Ай-Аль-Дедб Аль-Мутавали. То есть засуха, которая была много лет подряд. Эти слова Аль-Куртаби Синин Аль-Мутав, 7-й том, 217-я страница. Значит, можем ли мы бояться того, что вся наша община, община мусульман погибнет от засухи? Можем этого не бояться. Так как Сининин обещал, что он не погубит всю эту общину всеобщей засухой. То есть вся беда придет к нам от нас на мир. То есть придет беда не от неверующих. И наоборот, мусульмане начнут губить друг друга и пленить друг друга, как это пришло в книгах истории до нас. То есть не смогут неверующие разбить всю нашу общину полностью. То есть не смогут неверующие захватить всю территорию мусульман и разбить всю ее общность. Поэтому смысл хадиса какой получается? Так что эти неверующие смогут разбить все эти земли и все эти страны, которые были завоеваны мусульманами. Даже если неверующие придут со всех частей земли и окружат мусульман, они не смогут разбить мусульман полностью. Это опять из книг Аль-Муфем 7218. А некоторые сказали, что послом Бейба имеется в виду большинство мусульман и их община, их единство. Даже если мусульман будет мало. То есть даже если мусульман на земле останется мало, маленький город или маленькая деревня, или маленькая страна, и все неверующие окружают эту маленькую страну и захотят ее разбить, не смогут этого сделать. Так как Всевышний Аллах Панаталя обещал, что он не даст дороги неверующим против верующих. И это говорит до тех пор, пока не начнут верующие губить друг друга и пленить друг друга. Говорит, слово хатта, наверное, говорит лентяя илгая. То есть до тех пор, пока не произойдет так. Или но произойдет так. То есть вместо того, чтобы неверующие разбили, верующие начнут разбивать друг друга сами. То есть эта община дойдет ее делать до таких границ, или до таких времен, или до таких пор, что эта община начнет губить друг друга. И одна часть мусульман начнет завоевывать, другую часть мусульман, как это происходит сегодня. И это из-за многочисленности их разногласий и их разобщенности. Слова и сказал мне мой Господь, о Мухаммад, поясни, если я что-то предопределяю, то этого уже никто не изменит. Имеет в виду предопределение какое? Бытовое или шариатское? Бытовое имеется. Так, бытовое. То есть если сегодняшний предопределил что-то в быту, что оно будет так, то этого никто не сможет изменить. То есть сказали, если я вынесу постановление, мубрам нафиз. Что такое мубрам нафиз? Мубрам нафиз, то есть обязательно к выполнению. Нафиз, то есть если, например, какой-то обладатель власти отдал приказ. Если он обладает чем? Нуфуза, то есть его приказ обладает силой выполнения. Тогда его приказ будет выполнен. Понятно, что такое нафиз? Нафиз это то, что выполняется, то, что происходит. Мубрам то же самое. Говорит, То этот приказ Всевышнего Аллаха, его предопределение, его постановление уже невозможно удалить ничем. И никто не способен это удалить или опровергнуть. Как сказал пророк, Никто не способен отвергнуть все, что ты предопределил. Это хадис, и никто не способен опровергнуть то, что ты предопределил. Это часть хадиса Мугли и Душуоба, основа которого у Бухари и Муслима. О тех поминаниях, которые нужно произносить в конце намаза. То есть у Бухари под номером 844, у Муслима под номером 593. А вот эта вот добавка, Она, говорит, приходит вне Бухари и Муслима. И она тоже является достоверной. Приходит у Ат-Сабарани в книге Ат-Дуа. И она соответствует Иснаду, условиям Бухари и Муслима. А также эту добавку приводит Абдуразар в своем мусландии. Большинство риваятов этого хадиса приходят без этой добавки. Но она пришла со стороны двух хафизов. А это Мисар ибн Уфидан и Мамар ибн Урашад. И эти два хафиза не противоречили большому количеству передатчиков. Поэтому мы не знаем никого из хафизов, которые бы назвали эту добавку недостоверной, больной или отклоненной. Дальше шейх Мухаммад Хизам объясняет, какой хаба бытовой или шариатский местный людей. Говорит, что эту добавку, или что дальше приводит Буркани в своем достоверном сборнике. Кто такой аль-Буркани? Это большая хафиз этой общины. Абубакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахмад ибн Галик. Аль-Хаваризми Ашафии. Хаваризм это где это? Это как раз Узбекистан. То есть этот хафиз Аль-Буркани был откуда? Можно сказать, с наших земель. То есть с Узбекистана. Ашафии. Он придерживался шафиитского мазхаба. Улида сана сица в Саласину Саласмия. Он родился в 336 году. Искончался в 425 году. Соответственно, сколько лет прожил? 89 лет. Прожил 89 лет. То есть довольно долгой жизнью. Калин Хатыб. Сказал про него Хатыб Аль-Багдани. То есть про этого хафиза Аль-Буркани. Талтана Саптан Вариан. Был крепким и был богобоязненным. Ланна Рафишуйухина Азбатмин. Мы не знаем среди наших шейхов никого, кто был бы на религии крепче, чем он. И в хадисах крепче, чем он. Арифан Бельфикх. Он был знающим вопросов фикха. Катир Аб-Сафаниф. У него было много написанных книг. Он написал сборник хадисов. Собрал сборник хадисов. Который собрал те хадисы, которые из Бухарии и в Муслиме. И собрал хадисы, которые передавал Супьяна Саури, а также Шури, а также другие хадисы. Так, то есть собрал отдельные книги, допустим, сборник хадиса только Супьяна Саури. В сборник хадиса только Шури и тому подобное. Ясно или нет? Почему именно Супьяна Саури, Шури? Потому что эти передачки много передавали хадисы. И если ты их соберешь, может получиться отдельная книга. А если ты будешь собирать хадисы кого-то другого, который передал мало хадисов, 5-6 хадисов, то у тебя книги не получится. Поэтому раньше собирали хадисы в одну книгу таких передач, которые передавали множество хадисов. Как Жури, или Аулюзай, или Супьяна Саури, или Бхмьяна, и так далее. Дальше говорит. Это хадис передает Абу-Девуд. То есть хадис кого? Буркани. Передает Абу-Девуд тоже в полном виде, с хромами. С надом до Абу-Килиабы от Абу-Асма, от Саубана. Сказал, что, посланник Аллаха салала асана сказал. Мне было указано, что владения моей общины дойдут до туда, до куда дошел мой взор. Мне было дано два богатства, красное и белое. И я попросил своего Господа, чтобы он не погубил всю мою общину большой страшной засухой. И чтобы он не наслал на мунарщину врага, кроме их самих, который бы разбил всю мою общину. И мой Господь сказал мне, о Мухаммад, если уж я оставлю какое-то постановление, то его никто не сможет опровергнуть, или удалить, или отвезти. Я даю обещание, что я не погублю эту общину общественной засухой или общей засухой. И то, что я не нашел на нее врага, который бы ее разбил, кроме них самих, то я сабиху, который бы их разбил. Даже если соберутся вокруг мусульман, все неверующие со сверческой земли, они не смогут их разбить. Пока, то есть, эта община дойдет до того, что начнут губить самих себя. И пока одна часть общины не начнет пленить вторую часть общины. Но я боюсь за свою общину имамов, которые будут заблуждать людей своими неправильными знаниями и своими ложными фетвами. И если уж коснется меч моей общины, то он уже не будет поднят от нее до самого судного дня. Понятно ли мне вот это, когда будет положен меч в мою общину? То есть, когда община начнет сражаться друг с другом, такое произойдет, разногласие. Одни мусульмане начнут сражаться с другими, то все. Этот меч уже не будет поднят до самого судного дня, и постоянно в общине будут те, которые будут сражаться друг с другом. нам. Говорит И не наступит судный день пока части моей общины не примкнут к многобожникам то есть пока сами не станут многобожниками И пока целые общины из моей общины целые группы из моей общины не начнут поклоняться идолам И в моей общине будет 30 лжецов Все будут заявлять что каждый из них является пророком а я являюсь печатью пророков нет пророка после меня и не перестанет в моей общине быть группа на истине сказал Ибн Аиса то есть это один из передатчиков ривая такового Абу Дауда говорит которые будут видны которые будут люди знать что они на истине а затем ривая соединились и он сказал не навредит им никто то будет им противоречить до самого судного дня а также переводит Абу Дауд со слов Абдулла ибн Масруда от пророка то что пророк сказал то есть сила ислама будет держаться 35 лет садуру раха раха какой-то вещи это ее сердцевина то есть как бы допустим столб на который подвязаны нитками все остальное и крутится вокруг этого столба имея ввиду что община мусульман будет крутиться вокруг силы и будет сильной 35 лет если они удержатся за эти 35 лет то они будут держаться в насилии но если они погибнут то все пойдут путем тех которые погибли а если они удержатся на силе то их религия будет держаться еще 70 лет я сказал 70 лет из того что еще впереди или плюс к тому что уже прошло то есть имеется вместе с тем что уже прошло этот хадис является не совсем понятным если его будешь читать то можешь не понять что имеется ввиду в этом хадисе сейчас найдем слова шиш Муаммад Хизама относительно этого во-первых говорит хадис является доцоверным у него есть три иснада каждым из этих иснадов слабость но посредством трех иснадов хадис заходит до уровня хорошего в первом иснаде слабый человек Альбара ибн Надия который приводит слова Абудауда Ахмада у Альбара Мачгуль он не является слабым он неизвестный Он во втором иснаде Nie Шарик Альхаза и слабый передачник а также Мудж давно такие Ибо Саид та Аль-Хамдань也idi тоже слабый а также в атабаране а в третьем иснаде он приходит по дороге от Абдурахмана ибн Абделлая ибне Масруда от его отца Абдюлла ибн Масруда А также в амуям Ахмада А также в Абуя-Абдуchi ибна Тбан ибн Табарани Ииснат Захи ибн Абдурахман Иснат является достоверным до Абдурахмана ибна Абделлая ибна Масруда Говорит у Абдурахман ик-талаку си-самани мин-аби. И ученые-разногласили, Абдурахман слышал что-либо от своего отца Дула Мусруда или нет. И кажется более правильное мнение о том, что он слышал от своего отца хадисы, но слышал мало хадисов. Но даже если мы скажем, что это песнат прерванный, все равно хадис заходит в уровне хорошего из-за всех этих трех песнатов. И назвал его достоверен шейх Албани в своей книге «Сасилас Сухиха» под номером 976. То есть, давай, все это сейчас не будем, читать все эти разъяснения этого хадиса. Прочитаем просто в конце. То, что говорит шейх Мухаммад Хизам относительно того, то есть вывод, что этот хадис означает. Вот читаем отсюда, смотрите. И то, что кажется более правильным относительно смысл этого хадиса, что значит, что ислам будет крутиться вокруг силы, то есть будет ислам сплочен вокруг прямого пути, вокруг силы. И то, что начало отчета 35 или 36 или 37 лет, самого начала пророчества Мухаммада, салаллаху али вассалям. По икону имтиха аль-мудда, бикатли умар, хидр хиджа. Поэтому конец этого срока будет тогда, когда убили веролом на Умара ибн Хатсаба в месяц с зул хиджа сана арба у Айшвим минал-хиджра в 24 году хиджры. То есть в месяц сколько получится? Сначала пророчества 23 года, 23 года, 23 и до убийства Умара. Получится как раз, говорит, 35 лет. То есть сейчас смотри, говорит, Если к этому прибавит на Таашара 12 лет и 6 месяцев с начала Рамадана, так и получится 35 лет и 6 месяцев. И получается, что по 35 годами пророчества Мухаммада имел в виду свое время, а также плюс время двух халифов, Абу-Бакра и Умара. И усиляется это также хадисом Хузейфы, который указывает на то, что ворота или двери Фитны откроются с убийством Умара. То есть когда Умар был воротами, который закрывал собой Фитну для этой общины. И когда его убьют, ворота Фитны открылись, сломались нам. Этим самым откроются ворота Фитны, то есть тем, что сломаются они, убьют Умара имен Хаттаба. И получилось именно так, как это сказано в этом хадисе. Значит, до сюда пока понятно, что значит, Ислам будет крутиться на силе или будет находиться на силе 35 или 36 или 37 лет. То есть сначала пророчество Мухаммада, и до, вплоть до убийства Умара имен Хаттаба, Ислам будет сильным. Дальше говорит, Если они погибнут в этом сроке, то пойдут по пути погибших, а если религия устоит, то будет стоять еще 70 лет. Имеется в виду, говорит, Имеется в виду, если удержится эта община, то проживут еще 70 лет. Что значит еще 70 лет? То есть последний сподвижник, который умрет, умрет через 70 лет после этого. То есть, говорит, 70 лет, если взять начало, после окончания этих 30 лет, когда завершится правление Усмана, Потому что начало порицания Усмана ибн Аттана со стороны Хавариджи, и до того, как его убили, Все вместе 6 лет с начала его правления. То есть он начал править, никто его не порицал. И до 6 лет, за 6 лет до его убийства Хавариджи начали выявлять свои претензии Усмана ибн Аттана, и через 6 лет его убили вероломно. И после 70 лет после этого не останется на земле никого из сподвижников. Это то, что кажется правильным относительно этого хадиса. То есть 35 лет, затем правление Усмана, И после этого 70 лет, через 70 лет умрет последний сподвижник И не останется на земле сподвижников. Понятно ли я? Так нужно понимать, говорит, этот хадис, Который здесь у нас приведен шейхом Абдурахманом ибн Хасаном. Разбор этого хадиса до конца будем разбирать, иншаллах. Завтра. Субханник, Аллаху, Мазухамдик. Шамалля, Иллях, 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 Иллях. Продолжение следует... Так же от Абу-Уриры о том, что он сказал, Сказал посланник Аллаха, То есть в конце времен, времена будут близки друг к другу. То есть время будет идти быстро, и во времени будет барраката меньше, чем в первые времена. И знание станет меньше. Зато смуты станут явными, и смут станет много. Встанет много скупости и много хараджа. Шамалля, Иллях, Иллих, Иллях, 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 и сказали, О посланник Аллаха, что это такое? То есть что такое? Аль-Харадж, сказал убийство, убийство. То есть будет много убийств, и люди будут мало обращать внимание на то, что они убивают своих братьев по вере и убивают людей. И это известно сегодня премного. То есть в различных революциях и в различных смутах и попытках свержения власти и замены ее происходит убийство многих тысяч людей. То же самое во многих конфликтах между несколькими племенами в одной стране происходит убийство людей. Все это убийство мусульман является запретным, но люди перестали обращать на это много внимания. Говорит, что Мамсизам этот хадис приходит у Абудауда, а также у имама Аль-Бухари, у имама мусульман, он является достоверным. Слова в этом хадисе пророка, салаллаху аль-бухари, не боюсь для своей общины заблуждающих имамов, то есть заблуждающих из трех групп, а это из правителей, из ученых и из поклоняющихся. Эти люди начнут судить среди людей без знания. И скажет Он наш Господь, поистине мы подчинились нашим вождям и нашим великим, и они заблудили нас с прямого пути. И дошло до того, что некоторые из этих, обладающих так называемых знаниям, говорили своим последователям. Если у кого-то возникнет какая-то нужда, то пусть придет к моей могиле. Это одни из лидеров, некоторые из лидеров суфьев, могилопоклонников, говорят и оставляют такое завещание своим последователям перед своей смертью. Говорят, если у кого-то будет какая-то нужда, пусть придет к моей могиле. Я поясни, решу ему эту проблему, если он у меня об этом попросит, то моей могилы. Говорит шейх Абдур-Рахман Ибн Хасан. И нет добра в том человеке, между которым и его последователями локоть земли. То есть земли по локоть. То есть скрыт он от своих последователей и захоронен в земле. Какое может быть от него благо для них? Или тому подобное расстояние. Это явное, глубокое, далекое заблуждение. Он зовет своих же последователей, чтобы они поклонялись ему, кроме Всевышнего Аллаха. И призывает их к тому, чтобы они просили у него, в то время как он уже умер, то, на что он не способен, из выполнения их проблем. И из отведения их горе. Он зовет, помимо Аллаха, к тому, что не приносит ему ни вреда, ни пользы. Это и есть далекое заблуждение. Он зовет к тому, чей вред более близок, чем польза. То есть вреда от него больше, чем пользы. Как же плох этот покровитель, и как же плох этот родственник. Они взяли помимо Аллаха себе божеств, которые ничего не творят, но сами они сотворены. Они не способны принести даже самим себе ни вреда, ни пользы. И не владеют для себя ни смертью, ни жизнью, ни воскрешением. То есть не способны себя умертвить, не способны себя оживить, и не способны воскресить себя в судный день, кроме как делает это с ними все Всевышний Аллах. И так же сказал Всевышний, и ищите своего пропитания у Аллаха и поклоняйтесь Ему одному. То есть Всевышний сказал, ищите пропитание у этих могил, идите к могилам ваших лидеров, к могилам лидеров-тарикатов, и там просите свои нужды, как пропитание, или счастье, или ребенка, или богатство, и тому подобное. И подобных аятов в Куране много. В них различает и разъясняет Всевышний Аллах, прямой путь от заблуждения. То есть среди лидеров, в службе моего поклонников, есть такие люди, которые у них называются машаихами и тому подобное. Которые говорят, что если я умру, и у тебя будет нужна какая-то, то не проси у Аллаха, но приходи к моей могиле и проси у меня, и я выполню тебе эту твою просьбу. И это явное многобожие, люди поддаются этому и клюют на это, и действительно ходят к этим могилам, оставляя Всевышнего Аллаха и идя к слабым, умершим уже давно творениям. Это указывает на то, что люди настолько могут быть заблуждены, что не могут отличить явное многобожие от явного единобожия до такой степени. Говорит, что он в своих взаимоотношениях со Всевышним Аллахом доходит до такой степени и до такого уровня, что с него спадают всякие обязанности. И некоторые заявляют, что к этим праведникам необходимо взывать и просить о помощи в трудных ситуациях, как будучи живыми, так и мертвыми. То есть, пока эти праведники живые, можно это делать. Когда они умрут, тоже это можно делать. И то, что эти умершие праведники способны приносить пользу и вред. И то, что они управляют частью этой вселенной или делами в этой вселенной в образе карамы, в образе почета. Как понять в образе почета? То есть, говорят, мы после того, как умираем, начинаем управлять вселенной. Я управляю дождем, такой-то лидер кариката управляет грозой или молнией, такой-то управляет посевами. Он говорит, откуда тебе это, о такой-то? Он говорит, это из почета или от почета Аллаха к нам. То есть, сами мы на это не способны, и мы сами не способны не принести ни пользы, ни вреда. Но Аллах оказывает нам почет и делает так, что мы становимся способными приносить пользу и вред соизволению Аллаха. Поэтому, говорят, это не является многобожиим. Потому что мы не говорим, что мы самостоятельны в этом, но говорим, что Всевышний нам в этом помогает. Как они запутывают людей и представляют многобожие в одеянии немногобожие, в одеянии единобожие. Заявляют, что он способен посмотреть в хранимую скрижаль и посмотреть, что в будущем. И заявляют, что он знает секреты людей. Что это означает? То есть способен посмотреть в душу людей, какое у человека намерение, что он сейчас думает, что он хочет в будущем и так далее. Бамайр это есть то, что внутри людей. Или среди них есть те, которые разрешают постройку мечетей над могилами праведников и друзей, покровителей нам. И разрешают, что устанавливают на них светильники. И тому подобные вещи из чрезмерствования и перехода границ и пополнения не всемишнему Аллаху. Как же много этого вреда и этого неверия. И явного противостояния Аллаху и его книге и его посланнику. Для чего все это привел шейх Абдурахман Ибн Хасан? Разъясняя отрывок из хадиса, поистине я боюсь для моей общины заблуждающих имамов. Эти люди считаются у людей имамами и лидерами и считаются обладателями знания. Соответственно люди доверяют им. И когда ты приходишь к ним и говоришь, но ведь Аллах сказал, и посланник же тоже сказал, и приводящим доводы из Кур'ана и Сунны, они тебе говорят, кто больше знает, ты или этот наш имам? Кто больше учился, ты или этот наш имам? Кто более старый и кто более пожилой, ты или этот наш имам? Кто более мудрый, чья борода покрылась сединой в исламе, ты или нашего имама? И так далее. И этими фразами общими отводят людей от религии Аллаха и от доводов из Кур'ана и Сунны. И слепо следуют за своими имамами. И это становится причиной их заблуждения. Становится причиной их заблуждения. И того, что в судный день они скажут, И они скажут, что у нас Господь, поистине мы подчинились нашим лидерам и нашим великим, и они сбили нас с прямого пути. Но это их понимание в судный день пользу им принесет или нет? Пользу им не принесет. И в этом польза также нам, также кому? Саляфитам. В том, что мы не должны обольщаться словами людей, какими бы великими людьми они не были, но должны, что делать, смотреть в доводы любого, кто приносит нам что-либо из религии. Будь то из обладателей знания или не из обладателей знания. И того, и того мы должны посмотреть в довод. Как сказал Всевышний Аллах, Спросите обладающих знаний, если вы сами не знаете. Вильбайгинать его зубур. О чем спросите их? Спросите их о доводах на эти ответы. То есть не спрашивайте просто их об их мнениях, но задайте им вопросы о том, какие доводы у них на эти слова. А иначе не будет нашего отличия от суфьев. Они говорят наши имамы, и мы говорим наши имамы. Они говорят наши ученые, и мы говорим наши ученые. И эта завеса одна и та же завеса, что у них, что у других. Поэтому не нужно обольщаться этим, и мы должны отличаться в этом от суфьев. Ва каулиу ва иннама ахафу аля уммати аля имма аль мубеллин. Слова также и я боюсь для моей общины, только имамов, которые заблуждают с прямого пути. Ата би иннама. Пророк, салава салам, высказался здесь частицы иннама. Аль-Лати-Кадда-Тилил-Хаср. Который может приходить в арабском языке для ограничивания. То есть я боюсь для своей общины только имамов, которые заблуждают с прямого пути. В этом тебе указание на величие этого вопроса. И того, что подавляющее большинство мусульманской общины и миллионы людей следуют за несколькими людьми, которых можно посчитать по пальцам. Раз, два, три, четыре, пять и так далее. И смотрят на их фетры и следуют за их фетрами. Поэтому опасность ошибки от этих ученых велика. То есть одно дело, человек разговаривает о религии и наговаривает на Аллаха без знания, и никто его не слушает, и никто его знать не знает, и его заблуждение ограничивается на нем. Это одно. Но второе дело, когда человек совершает свой ищтегат и ошибается в каком-то вопросе, и за ним в этом следуют миллионы людей. Это ошибка более опасная. Поэтому пророк, салаласом, что сказал, поясняю об июзе своей общины только имамов, которые заблуждают с прямого пути. Говорит, Пророк, салаласом, говорит это, разъясняя, каков велик его страх за свою общину от имамов, которые заблуждают с прямого пути. И это возникло в душе пророка, салаласом, не иначе, как из-за того, что Всевышний Аллах, салаласом, поведал ему об этом скрытом, о том, что произойдет это, то, о чем он говорит в этом хадисе. И в хадисе, который был до этого, и слов его, вы непременно последуете за обычаями, и за дорогой тех, которые были до вас. А это было в прошлых народах или нет? Было. Всевышний Аллах, салаласом, сообщил о них. Иттахазу ахбару, моргабану, миндунилля. Они взяли своих ученых и своих поклоняющихся господами себе, помимо Аллаха. Это говорит о том, что случилось такое в прошлых общинах. И то же самое случится, или уже случилось в наших общинах, или в нашей, точнее, общине. Поэтому никто не может сказать, это касается только людей и крестьян, и не касается нас. Нет, наоборот, это касается общины мусульман, которые, многие из них, следуют за иудеями и христианами по их дороге след в след. И приходит от Абуд-Дарды, то, что посланник Аллаха, салаласом, сказал, «Инна ахвафа маахаку аля уммати аля имма аль-мубиллун». «Поиси самое опасное, что я боюсь для моей общины, это имамы, которые заблуждают с прямого пути». «Равау Абу-Дауд Аттайалиси». Этот хадис передает Абу-Дауд Аттайалиси. Говорит шейх Маутизам, приводит его Аттайалиси, а также он присутствует в мусснаде имама Ахмада. Но в его иснаде сразу два неназванных передатчика. Но достаточно нам хадиса Таубана, к которым приходит эта же самая фраза. Значит, хадис Абу-Дауд Аттайалиси со слов Абу-Дауд Аттайалиси является недостоверным. «Уан Саубана, радья Аллаху, ану, ана Расулу Аллаху, саллаллаху алисаляма, и приходит Аттайлбана о том, что посланник Аллаха сказал, «Инна маахапу аля уммати аля имма аль-мубилллин». «Поиси не обоюзли свои общины только лишь имамов, которые заблуждают с прямого пути». «Равау Ат-Дарими». Этот хадис передает Ат-Дарими. Говорит, приводит его Ат-Дарими нам. И это тот же самый хадис, который у нас в главе, приведенный Шейхом Ан-Нажди. И его и снат ударями соответствует и снату имама Муслима, а также он приходит у имама Ахмада. Значит, это хадис Ат-Саубана, который приведен здесь, тот же самый хадис, который привел Шейхом Ан-Нажди в главе. «Ва хадбейян Аллаху тааля тикитаби саратау аль-мустатин аль-лязиву асабили му'менин». Но вместе с этим Всевышний Аллах разъяснил в своей книге прямой путь, который является путем верующих. Видишь, обрати внимание, Шейх Абдурахман Абдурахман Абдурахман, после того, как приводит хадис о том, что пророк Сосом боится для своей общины имамов, которые будут заблуждать прямого пути, указывает на лечение этого и на разрешение этой проблемы. Что говорит? И разъяснил Всевышний Аллах в своей книге прямой путь. В этом тебе указание на то, что тебе необходимо в любом вопросе возвращаться к Курану и к Сунни и посмотреть, есть ли доводы на слова обладателей знания относительно того, о чем они говорят. Поэтому каждый, кто внесет нововведение в эту религию, которого нет в книге Аллаха, о котором не указано в книге Аллаха или в Сунни Посланника, он будет проклятым и его нововведение будет отвергнуто. Как сказал посланник Аллаха, кто введет в это дело что-то новое или даст убежище нововведению или нововведенцу, то есть необязательных его видов поклонения, нежелательных видов поклонения, которые он совершал. Тот, который вводит нововведение в эту религию, является проклятым, кроме как, если это не произошло, из-за иштихада этого обладателя знаний. Потому что ученые могут делать иштихад и прилагать усилия для разрешения какого-либо вопроса шариатского и ошибиться в этом иштихаде и дать фетву такую, что из их ветвы вытекает дело, которого нет в исламе и которое является нововведенным в исламе. Но за это эти мучтаиды не будут прокляты, и не только не будут прокляты, но получат награду за свой иштихад, и им эта ошибка будет прощена. Поэтому этот хадис необходимо понимать в свете другого хадиса, где пророк Слава сам сказал, Если мучтаид сделает свой иштихад и будет прав в нем, то он получит две награды, а если ошибется, то получит одну награду. Хадис относительно проклятия Аллаха, ангелов и людей, приходит у Бухари и Муслима со слов Али ибн Абиталиба, и приводит также у имама Муслима со слов Абу Гурейры. А также пророк Слава Али ибн Али ибн Абиталиба сказал, кто введет наше это дело, то, что не из него, оно будет отвернуто. Этот хадис приходит у Бухари и Муслима со слов Аиши, а также сказал, Каждое нововведение, каждое новое является нововведением, а каждое нововведение является заблуждением. Это хадис у имама Муслима со слов Джайбер ибн Абдилля, а также приводит его имам Ахмад и Абу Дауд, а также Ат-Тирмиди и другие со слов Али ибн Абдаба ибн Сария. И этот хадис является достоверным. Говорит, Шейх Мухаммад ибн Азам примечание, добавка вакуллу балалатинфиннар или вакулла балалатинфиннар и каждое завлуждение в огне леса цифи Муслим. Эта добавка не присутствует у имама Муслима, но она приходит с хадиса Джайбер ибн Абдилля у имама Ан-Насаи и ее иснад является также достоверным. Говорит Шейх Абдурахман ибн Хасан Рахима Аллах, и эти хадисы все являются достоверными. И вся основа, и все основы религии и ее постановления кружатся или ходят, или окружают вокруг этих хадисов и подобных. То есть эти хадисы являются основами религии, на которых держится религия. И разъяснил Всевышний Аллах эту основу во многих местах своей благородной книги и сказал Следуйте за тем, что не способно вам от вашего Господа, и не следуйте кроме Него за какими-либо покровителями. Как же мало вы поминаете. И действительно, брат, как же мало люди поминают, которые день и ночь говорят о запрете Тахлида, о запрете слепого следования за людьми. И смотришь, как не проходит и месяц или двух, и сами начинают призывать Тахлиду, и сами этого не замечают. А Всевышний говорит Следуйте за тем, что не способно вам от вашего Господа, то есть за Куранами, за Сунной, и не следуйте кроме Него за какими-то покровителями. То есть не следуйте за людьми, которые не приводят довод на свои слова. Как же мало вы вспоминаете. Как же мало вы вспоминаете об этом. Вакалия также сказал Потом мы сделали и установили тебя на этом шариате из нашего приказа Следуй же ему, то есть следуй этому шариату И не следуй за страстями тех, которые не знают. И подобных аятов в Куране много, в которых приходит указание о необходимости возвращать все дела к Курану и к Сунне и понимать его в понимании праведных предков. Это иншалла ясно. Говорит уан Зияд Ибн Худейр И приходит от Зияда Ибн Худейра о том, что он сказал Однажды сказал мне Знаешь ли ты, что разрушает Ислам? Смотри, важный вопрос или нет? Умар Ибн Худейр Праведный халиф, ведомый прямым путем задает вопрос Зияду Ибн Худейру Знаешь ли ты, что разрушает Ислам? Тогда я сказал Нет, я не знаю Сказал Его разрушает ошибка ученого Ваджидаль Аль-Мунафир Бель-Китаб Испор лицемера Аятами Курана Сколько такого? Когда приходят различные хизвисты А также новобведенцы Среди которых много лицемеров И спорят Относительно каких-либо вопросов религии Приводя аяты из Курана и Сунны И когда ты им приводишь явные доводы против них Они все равно Цепляются за что За что угодно За что можно зацепиться И не что Не соглашаются С правильной позиции Говорит его А также разрушает Ислам Восстановление имамов Которые призывают К заблуждению Этот азар От Румар ибн Хаттаба Передает Аддарими Говорит шейх Маммад Хизам Сухих Этот азар является достоверным Приводит его Аддарими А также ибн Батта В своей книге Аль-Ибана А также ибн Абдульбар В своей книге А также Аль-Хатыб В своей книге Этот хадис И этот азар От Умара Несет важное значение И является достоверным А также сказал Язид ибн Умейр Говорит Язид ибн Умейр Когда бы не сел В какой-либо мажлист Для поминания Аллаха Непременно говорил Для поминания Аллаха Не означает Поминание Аллаха Только зикар Субхан Аллах Или Аль-Хамду Лилла Но под поминанием Аллаха Имеется ввиду Также Кружки знания То есть Когда бы Муаза ибн Ужабаль Не садился Для преподавания Или для поминания Аллаха Обязательно говорил Аллаху хакамун Тыстун Аллах является справедливым судей Халик аль-муртабун Но погибли те Которые сомневались В этих словах Муаза ибн Ужабаль Дальше приходят И бойтесь Заблуждения Или ошибки мудрого человека Бойтесь Того что мудрый человек Хаким Которого люди воспринимают Ученым Бойтесь его ошибки Потому что бывает так Что шайтан Выговаривает заблуждение На языке мудрого человека Почему надо этого бояться Кто скажет Потому что люди толпами Миллионами Следуют за этим человеком Доверяют ему Свои сердца И свой прямой путь И он в основном Всегда говорит истину И идет по прямому пути Но бывает так Что в каком-либо вопросе Он допускает явную ошибку Но люди из-за того Что доверяют ему И любят его Уважают его Почитают ему Его и так далее Не обращают на это внимания И продолжают следовать за ним Куда бы он ни пошел Идет ли он по прямой дороге Или он заблудился И отклонился Говорит А также знайте Что иногда бывает так Что лицемер говорит Слово истины Что это означает То есть На что хочет указать Будьте внимательны К двум вещам Что иногда Большой ученый Большой знающий человек Большой уважаемый человек Мудрый человек Может допустить ошибку А иногда Невежда Или тот Кого люди Не воспринимают И не уважают Может сказать Слово истины И пусть тебя не заставит Почет этого ученого Следует за ним Даже в заблуждение И пусть тебя Не заставит Презрение к этому человеку Или не уважение к нему Не воспринимать А к нему ничего Даже если он придет С истиной Говорит И тогда Иазид Ибн Умэр Сказал Муазу Ибн Джабалю А как мне узнать Да помилует тебя Аллах Что мудрец В этом случае Сказал слово заблуждение А лицемер Сказал слово истины Он сказал мне Ты сторонись Из слов Мудрого человека Муштабиат То есть вещи сомнительные Относительно которых Люди говорят Что это Это вещь удивительная На него нет довода Но вместе с этим Это не означает Что ты должен Отходить от него Потому что он В основе своей На прямом пути Он продолжает идти По прямому пути И ты должен Следовать за ним Слушая его доводы В этих вопросах Но в этом конкретном Доводе В этом конкретном Точнее вопросе Которому он ошибся Ты не должен За ним следовать А в общем Ты должен продолжать Уважать его И почитать его И если кто-то из ученых Ошибся Это не означает Что ты говоришь Все Значит он невежда И не нужно Что за ним Следовать И его прислушиваться То есть Пусть не отведет Тебя это от него Его ошибка Пусть не уведет Тебя от него полностью То есть Ты продолжай Прислушиваться к нему И следовать За его советами Потому что Возможно он вернется К истине Потому что Это признак Обладателей знания Которые Если в чем-то ошибаются Но потом Видят довод Они возвращаются В заблуждение И приходят к истине И воспринимай истину Если ты ее услышал Потому что По истине На истине Есть свет То есть Истина освещается На ней есть свет И он виден Тому У кого есть зрение Этот асар Передает Абудауд А также Другие Говорит Шех Мухаммад Этот асар Является достоверным Привод его Абудауд Говорит Рассказал нам Лейз ибну Саак Рассказал нам Атиль От ибну Шахаба То что Абу Идрис Аль Хауляни Рассказал ему То что Язид ибну Румейра Рассказал И упомянул Эту историю С Мааза ибнам Джабалем Яда истинад И говорит Этот истинад Является достоверным Все его передачи Крепки известны А если Окажется Среди них меч То он не будет Поднят с них До самого судного дня Говорит Шех Абдурахман И так и произошло Потому что Меч Когда был Когда оказался В этой общине Посредством убийства Расмана ибну Афана Он уже не поднялся С этой общины То есть Община начала Воевать друг с другом Говорит И обязательно Будет так До самого судного дня Что часть этой общины Будет сражаться С другой ее частью Но иногда Этого может быть Много Иногда Может быть Мало И может быть Так Что в одной части Идут сражения Одних мусульман С другими А в другом месте Этого нет Потом эти сражения Заканчиваются Здесь Переходят В другие места И тому подобное Но суть Что обязательно В какой-либо части Мусульманского мира Происходит сражение Одних мусульман С другими И не наступит И не наступит И смысл И смысл этого То что они Станут В их ряды И станут Вместе с ними И такое бывает Много Допустим Иногда Бывают революции В арабских странах И приходит Америка И объявляет Свободный Так называемый Режим В этой стране Говорит Все Теперь Вами не правит Ислам Теперь у вас Свобода Теперь у вас Демократия И ты видишь Как женщины Некоторые Десятками И сотнями Толпами Снимают Себя платки Выкидывают И топчут И показывая Что Алхамдулилла Ислам Ушел от нас И ушло от нас Так называемое Рабство И мы теперь Свободны И так далее То есть Что они Своими Этими действиями Делают Выходят из Ислама Указывают Что нам Этот Ислам Не нужен Наконец Мы освободились От него И перешли На Свободную Демократию То есть Они Примыкают К тому К неверующим И примыкают К тому К многобожникам Говорит И они будут Выходить Из Ислама С собственным Желанием То есть Добровольно Будут Выходить Из Ислама И будут Присоединяться К многобожникам И вставать В их ряды И не наступит Судный день Пока целые Большие группы Из моей общины Не будут Поклоняться Идолам Это что Аль-джамаат Аль-касира Фиам Говорит С Хамзой Пишется Это Многочисленные группы Как об этом сказал Абус-Саадат Ибн-Азир Что это означает То есть Пророк Указал Что не просто Какие-то Небольшие племена Станут Многобожниками После того Как были Мусульманами Говорит Фиам Афиам Это что Аль-джамаат Аль-касира Многочисленные Джамааты Многочисленные группы Толпы людей Перейдут на Поклонение Идолам Вахиреват Пока целые племена Из моей общины Не станут Поклоняться Идолам Говорит Именно из этого Отрывка Шейх Аль-Нежди Привел этот Хадис Здесь В главе И в этом Говорит Отрывке Опровержение Тем Которые Противоречат Этому Измогилу Поклонников Которые Отвергают Что возможно Происхождение Многобожия И поклонение Идолам В этой общине Но это всего лишь Из-за их невежества Относительно Истинной Сущности Единобожия И их невежество Относительно Того Что противоречит Единобожию Из Многобожия Предавания Аллаха Товарищей Они не понимают Что единобожие Это самое великое Что требуется А многобожие Это самый великий Грех Который Необходимо Остерегаться То есть видишь Шех Аннаджи Что указал В своей главе Вова о том Что целые группы Из этой общины Из общины Мусульман Станут поклоняться Идолам И вот этот хадис Указывает на это Пророк Сосам сказал Не наступит Судный день Пока целые Многочисленные Джемааты Не станут поклоняться Идолам Кроме Всевышнего Не будут Прошел ислам И люди Перестали ему Поклоняться Пророк Сосам сказал Не наступит Судный час Пока вновь Группа людей Не будут поклоняться Этому идолу И вернуться К этому Многобожию От которого Они когда-то Ушли Говорит И передает Ибн Хиббан О том Что он сказал Говорит Поистине Над этим идолом Сейчас Есть здание Которое построено Над ними И оно закрыто То есть Никто ему не поклоняется Оно брошено Оно никому не нужно Но наступят Такие времена Когда люди Откроют его И начнут Поклоняться ему Заново Говорит Этот Асар От Мамара Передает Ибн Хиббан И его Иснат Является Достоверным А также Его От Мамара Передает Абдул-Раза Говорит Ибн Ибн Историю О том Как было Разрушено Божество Когда Приняли Ислам Которое Ему Раньше Поклонялось В этой истории Указание на то Что не позволяется И не разрешается Оставлять В целостном виде Все места И те идолы По отношению Которым Люди Совершали Многобожие После того Как у нас Мусульман Появилась Сила и мощь Разрушить их Нельзя оставлять Эти места Даже на один день Этот вопрос Ясен или нет? То есть Если есть место Где есть могилы Которым люди поклоняются Или есть идолы Которым люди поклоняются И тому подобное И если люди Приняли ислам Или Пришел туда призыв Туахида и Сунны И люди поняли Заблуждение этого И появилась возможность Разрушить этих идолов И эти могилы То нельзя их оставлять Говорит Даже на один день Почему? Потому что Затем Многобожие Может вернуться По причине того Что эти идолы остались И у людей Продолжает оставаться Смута Относительно них И они думают Что благословение Продолжает Не сходить на эти места Что эти места святые Поэтому эти места Необходимо Разрушать И выравнивать их С землей И оживлять эти места В том смысле Чтобы люди начали там жить Торговать Ездить Ходить Разговаривать Общаться И так далее Чтобы эти места Перестали быть Какими-то местами Святыми Местами поклонения Как их называют люди Говорит А также Такое же постановление Относить мавзолеев Которые построены Над могилами Нельзя их оставлять Даже на один день Которых люди превратили В идолов И поклоняются им Кроме Всевышнего Аллаха А также Это касается камней Которым люди отправляются Чтобы искать у них Благодати И давать им обеты И не разрешено Оставлять Что-либо из этого На лице земли Если есть Возможность И сила Исправить это И удалить это Говорит И многие из этих идолов Современных Подобны идолам Более того, то многобожие, которое совершается вокруг современных могил, мавзолеев и идолов, хуже, чем было то, которое во время невежества Джаилии. Эти многобожники последовали за путями тех, которые были до них. То есть раньше они были мусульманами, но затем последовали за путями иудеев и христиан и перешли на поклонение идолам, после того, как поклонялись одному Аллаху. И последовали эти люди за путем иудеев и христиан след в след. И победило многобожие в сердцах многих людей из-за явного невежества и скрытия знания. То есть почему часто так происходит? Потому что среди людей не распространено знание, и они не различают многобожие от единобожие. И совершают поклонение на могилах Аллаха, или самим могилами, и думают, что это единобожие, и что это религия, которая доволен Всевышний Аллах. Поэтому необходимо доводить знания до этих людей, и доводить до них довод, и разъяснять им сущность первого и сущность второго. В этих местностях и на этих землях благое считается за дурное, а дурное считается за благо. И стираются, что признаки прямого пути у них, и усиляется чуждость ислама на этих землях. То есть когда ты приходишь в чистой религии ислам, и с чистым единобожием к ним, ты чужд среди них. И они не принимают тебя, и считают, что ты пришел в какой-то дурной религии, которая не религия Всевышнего Аллаха, и не понимаешь, что это религия единобожия. Говорит, «Уменьшается количество ученых, и преобладать начинает количество глупцов». «И углубляется это дело, и усиливается зло». «И уже выявилась порча на суше и на море за то, что сотворили руки людей». «Но не перестанет быть группа из Оршины Мухаммада, которые будут явно стоять на истине». «Которые будут вести джигад против многобожников и против нововведенцев». Закончили слова Ибн Алкаима из книги Заду-ль-Ма'ад, 3-й том, 506-507. «Культу говорит шейх Абду-Рахман Ибн Хасан, «Фаидакан аадахин карн астабиа ва кабля, фама баадал аазан хасадан». Если такое было в VII веке и до этого, то есть в те времена, когда жил Ибн Алкаим, то что сказать о тех временах, которые придут позже? В этих временах все это будет еще хуже и еще больше порчи. То есть если Ибн Алкаим про свои времена говорит, «Уменьшилось количество ученых, увеличилось количество глупцов, беда стала сунной, сунна стала беда, благо стало дурным, дурное стало благим, и люди запутались, стерлись, признаки прямого пути, стерлось знание и стало преобладать невежество, и люди стали поклоняться идолам, считая это за религию Всевышнего Аллаха. Если это было во время Ибн Алкаима, то что ты скажешь через 700 лет после Ибн Алкаима, когда невежды обладают властью и силой во всех оболгах мусульманского мира сегодня? И никто не может сказать им слово. То есть раньше во времена Ибн Алкаима таких людей нововведенцев казнили или сажали в тюрьму, не давали им слова. А сегодня, что наоборот, могут не давать слова призывающим к прямому, к истинному пути. А эти обладают властью и говорят то, что хотят, и распространяют то, что им нравится. Вакавлю уа инну саякуну фи уммати каззабуна саляцуун фульву мезраму анну наби. Слова пророка, саллаллаху льву салям, и непременно появятся среди моей общины 30 лжецов. Каждый из них будет говорить, что он пророк. Это не означает, что они будут мусульманами, нет. Тот, который заявит, что он является пророком, тот является неверующим. Но здесь среди моей общины имеется в виду, будет заявлять, что он верит в Аллаха, верит в судный день и верит в Мухаммада. Будет заявлять, что Мухаммад это хак, это истина, и Кур'ан это истина. Но к нему приходит Джибриль и он тоже пророк. Такие люди появятся. И за ним будут следовать люди, которые относятся к исламу, называя себя мусульманами. Будут читать намаз, совершать уразу, хач и платить закат и так далее. Это не означает, что это их число за все эти века. Их было гораздо больше, тех, которые являют себя пророками. Потому что чаще всего это происходит от сумасшествия или от большого нападения джиннов. То есть джинны начинают взмышать человеку, что он особенный человек, что он непростой человек, что он что обладает каким-то почетом от Всевышнего Аллаха, и что Всевышний Аллах избрал его среди других. Потом начинают приносить ему что-то подобное или похожее на аят за Кур'ана. И в общем говоря, затем заявляют то, что он является пророком. И еще и говорят ему, знай, что когда ты объявишь себя пророком и начнешь проповедовать эту религию истины, придут люди, которые скажут, что ты каздар, что ты лжец, что ты на заблуждении, что ты не на прямом пути. Не верь им, и пусть это не собьет тебя с твоего прямого пути и тому подобное. Поэтому что их было на самом деле гораздо больше. Но в этих хадисах речь идет о тех, которые стали известными этим, что они являются пророками, и за ними последовали много количества и большое количество людей. Толпы людей последовали за ними и уверовали в них. Говорит, Этот хадис привел Абу-Ну-Айм и сказал, что этот хадис редкий. Говорит шейх Маммад Хизам Саи, этот хадис является достоверным. Приводит его Ахмад, а также от Тахауи, а также от Табарани, а также Абу-Ну-Айм. По дороге от Муаза ибн Хишама, который рассказал, я нашел в книге своего отца, его почерком, и сам не слышал от него это. Это как называется? Когда передатчик говорит, я не слышал этот хадис, от этого передатчика, но я нашел этот хадис в его книге, его почерком. Это называется Уйджада. Уйджада, один из способов передачи хадиса. И он принимается у мухандисов и считается за действительный способ передачи. Говорит, передает мой отец от Хатады, от Абу-Машара, от Ибрагима, от Нахаи, от Хаммама, от Хузейты. И этот Иснат является достоверным. Абу-Машар, это Зияд ибн Упулейб. А что касается слов Абу-Ну-Айма, что он сказал, этот хадис редкий, то это еще не означает, что этот хадис является слабым. Но отсюда понимается, что кто-то из передатчиков выделил со передачи этого хадиса, и никто кроме него его не передавал. Говорит, Шек-Ман-Физам, многие ученые указывают словом Гариб, то, что этот хадис редкий. Кроме как те ученые, которые используют этот термин редкий, в особенном смысле, обозначаем слабые именно хадисы. Как от Тирмиды или Ибну-Кафир. Когда Тирмиды или Ибну-Кафир говорит, хадис Гариб, они имеют ввиду Гариб, слабый. И также, если говорит Гариб, это хадис странный, то это означает, что он имеет ввиду, у этого хадиса нет основы, даже нет Исната. Значит, хадис является достоверным. Но хадис Саубана более достоверный, чем хадис этот. Сказал Кады Ият. Ученые посчитали тех, которые объявили себя пророком со времен посланника Аллаха, до сегодняшнего дня, говорит Кады Ият, то есть до его дней. Из тех, которые стали известными этим делом, последовали за ними целые группы людей в их заблуждении. И действительно обнаружилось это число, о котором говорил пророк, саллиллаху и саллим. А кто почитает книги истории и различных известий о прошлом, тот найдет, что это действительно так. То есть может найти указания на этих людей, которые объявляли себя пророками. Это слова Кады Ияты из его книги Икмаль Аль-Муалим под хадисом номер 2923. И правдивость этого подтвердилась еще во времена посланника Аллаха, саллиллаху и 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 То есть посланник Аллах был живой, уже в Ямаме и в Йемене вышло два человека, которые объявили себя пророками. Во фихиляфат Абибакар, а также во время правления Абубакра, вышел человек, которого звали Тулейха ибн Хуэйлик, среди Бану Асад ибн Хузейма. А также вышла женщина среди Бану Атамим, которую звали Саджах и объявила себя пророком. Это во времена кого уже? Это во времена Абубакра. Говорит, В некоторых ревятах приходит, что его убил Уахши, тот самый, который убил Хамзу, он же убил Мусейлема Абибакар. Говорит, Что касается Тулейха ибн Хуэйлида, то он принес свое покаяние и принял Ислам. И умер на Исламе во времена правления Абубакра ибн Хаттаба. И передается то, что эта женщина Саджах принесла свое покаяние и покаялась от этого. И он взял власть в Куфе в начале правления Абдуллаха ибн Зубейра. И выявил людям, как будто бы он любит семейство пророка. И призвал людей найти и покончить с преступниками и с убийствами Хусейна ибн Али ибн Аби Талиба. И он начал преследовать этих убийств Хусейна и убил многих, которые имели отношение к убийству Хусейна. То есть сначала не говорил, что он пророк, просто взял власть в Куфе, сначала сделал так, чтобы люди его полюбили, а потом что сделал? Объявил себя пророком. Подобно тому, как делают сегодня Ихвану-ль-Муслимун. Ихвану-ль-Муслимун у них есть три степени призыва среди людей. И первая степень называется Тахбиб. Тахбиб, то есть сделать так, чтобы люди тебя полюбили сначала, а потом уже что? Продвигать идеи своего, через своей партии. Ясно или нет? Это они делают посредством благотворительных фондов. Открывают фонды и начинают помогать людям. Беднякам, сиротам, вдовам, старикам, тем, у которых тяжелое положение, кто не может жениться и тому подобное. Открывают мечети, мадресе, и люди начинают их любить. Начинают любить, и после того, как люди уже их полюбят, и слова ученых относительно них никто уже не будет воспринимать, они начинают что делать? Продвигать идеи своей партии. Ясно? То есть путь Ихвану-Мусульмин подобен путям лжепророков до этого. Говорит, И этот Мухтар Ибн Аби-Убейд начал говорить, что Джибриль приходит к нему с откровениями от Аллаха. Ва минум Аль-Харис Аль-Каззад, а также из этих лжепророков Аль-Харис Аль-Каззад, Хараджа Фихилафат Абдул-Малик Ибн Марван Пакутиля, который вышел во времена правления Абдул-Малик Ибн Марвана и затем был убит. Ва Хараджа Фихилафати Банил Аббас Джамаа, и во время правления Банул Аббас, то есть Аббасидов, вышла еще целая группа, которая объявила себя лжепророками. Валейс Аль-Мурад бель-Хадис, Поэтому, говорит, в этом хадисе не имеется в виду те, кто просто назвал себя пророком. Потому что их невозможно сосчитать, очень много. Потому что чаще всего человек объявляет себя пророком из-за того, что он является сумасшедшим. Или из-за болезни, которая называется Сауда. Но в этом хадисе по тридцатью лжепророками имеется в виду те, которые стали известными в этом. И у них появилась группа людей, которая начала их поддерживать и их защищать. Каман Усафна, как те, которых мы описали выше. То есть как Асут Аль-Анси, как Аль-Харис Аль-Каззад, или как Мусейлим Аль-Каззад, или Аль-Мухтар Ибн Аби-Убейт Ас-Са-Кафи и им подобные. И погубил Всевышний Аллах, которые объявили себя пророками. И еще остались из них те, которые придут до свутного дня. И самый последний из них будет, кто? Большой Даджаль. То есть имеется в виду, Даджаль всем известный, кто антихрист. Он тоже один из этих тридцати. И он самый последний и самый заблуждающий из них. Это из книги Фатхульбари, под хадисом номер 3609. Говорит, Слова пророка, салавасом, в этом хадисе, и я, печать пророков. Сказал Аль-Хасан, то есть Аль-Хасан Аль-Басри. Говорит шейх Маус Хизам, мы не нашли этот асар Аль-Хасан Аль-Басри с Иснадом. Его упомянули Аль-Вахиди в своем тавсире, книги Аль-Васид, из 40 аята Сура Аль-Ахзаб. Без Иснада. Сказал Аль-Хасан Аль-Басри, Аль-Хатам Аль-Лазихутим Абих. Печать это тот, кто является последним цепочкой. А инну Ахар Ахирун Набиин. То есть он последний из пророков. Кама кала Таала, как сказал Всевышний, Макана Мухаммадун Аба Ахадин и Риджаликум, Валякин Расул Аллаху Ахатам Ан-Набиин. Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужчин, но он посланник Аллаха и печать всех пророков. Кто-то может сказать, а как же Иса Алей-Салам? Он же придет еще перед судным днем, и он тоже пророк. Значит наш пророк Мухаммад, не последний пророк, что ли? Или как получается? Говорит, нет, Иса Алей-Салам придет в конце времен и будет судить по шариату Мухаммада, поэтому он не рассматривается как еще один отдельный пророк, но уже будет рассматриваться как один из членов этой общины, общины Мухаммада, салаллаху алей-Салам. Говорит, он будет совершать намаз в сторону Киблы Мухаммада, салаллаху алей-Салам, то есть в сторону Каабы. И он будет подобен одному из этой общины, одному из членов этой общины. Более того, он будет лучшим из этой общины. Сказал пророк, салаллаху алей-Салам, клянусь тем, чьи гланимая душа непременно снизойдет среди вас Иса Ибн Мария и будет судить среди вас, и будет судьей справедливым. И непременно сломает кресты, и будет убивать свиней, и снимет джизию, то есть аннулирует необходимость взятия джизии, то есть налога с кого? С иудеев и христиан. То есть все уже будет призыв к иудеям и христианам, к исламу, и не будет уже от них приниматься джизия. Если они отказываются, будут идти на них сражением. А во времена пророков, как было, их призывали к исламу, если они отказывались, заставляли их приносить джизию. Если не хотят джизию, тогда с ними сражались. А во времена джизии будет аннулирована. Потому что до них уже довод дошел такой, который они не могут опровергнуть. Придет к ним человек, которого они называют своим пророком, более того, называют Богом. И он скажет, что религия Мухаммада является истиной. И здесь у них не останется уже никакого сомнения. Поэтому джизия от них уже приниматься не будет. Кто-то может сказать, как так? Придет джизия и будет изменять шариат Мухаммада. Захочет делать так, захочет сделать так, уберет джизию и тому подобное. Мы говорим, что касается того, что он захочет так, захочет так, то этого не будет. То есть, если Ибнумарем не будет делать в этом шариате Мухаммада, то, что он захочет. Это неправильно. Но сказано то, что он отменит жизью. И отменит он жизью согласие пророка. Пророк в этом хадисе указал на это и не стал этому что противоречить. И высказал свое согласие на это. И сказал, что так оно произойдет. Поэтому это является также частью шариата Мухаммада. Этот хадис приходит у Бухарии мусульман со слов Абу Гурейра. Говорит, слова пророка. И не перестанет быть группа в моей общине, которые будут наистине и которым будет оказываться помощь от Аллаха. Не навредят им те, которые оставят их без помощи. И не навредят им те, которые будут противиться им. Кали Азид Ибн Гарун, сказал Азид Ибн Гарун, а также Ахмад Ибн Ханбаль. И нам не куну алил-хадис, кали адри мангум. Если это не мухадисы, тогда я не знаю, что это за группа. Кали Ибн Умбарак, сказал Ибн Умбарак, а также Али Ибн Мадини, а также Ахмад Ибн Синан и Имам Аль-Бухари, а также Али Ибн Аль-Хадис. Под этой победоносной общиной имеется в виду люди-хадисы, то есть мухадисы. Говорит Ших Мамад Изан, эти ацары можно найти в книге Шараф Асхаб Аль-Хадис Хатиба Аль-Багдади, под номером 46 и до 51, а также дальше. И все яснады являются достоверными. А что касается этого, то имеется в виду то, что мухадисы будут возглавлять эту общину, то есть победоносную группу. Гулейс Аль-Махсуд Аль-Нау Ла Якульти Ази Таифа Илла Ман Канами Аль-Мухадисин Не имеется в виду, что это община только мухадисы. Балькуллю Ман Истакама Аля Динилла Сау Мин Ази Таифа Аль-Мансура Но каждый, кто прямо и твердо стоит на религии Аллаха, входит в эту победоносную общину. Знаете, что такое победоносная община и спадшаяся группа? Кто это такие? Это те люди, которые стоят на прямом пути и крепко держатся религией Всевышнего Аллаха, не отходят от нее ни направо, ни налево. Эти люди являются победоносной общиной. И во главе их мухадисы, то есть обладатели знания, хадисов, и именно они направляют общину на этот прямой путь и указывают общине этот прямой путь, ведут их прямым путем в этом смысле. Это, иншалла, ясно. Поэтому эти имамы говорили, что победоносная община имеется в виду мухадисы. То есть они будут во главе этой победоносной общины. Остались еще некоторые моменты из разъяснения этого хадиса и оставим, иншаллах, их на следующий урок. Субханакаллаху ма бихамди. Ашадуаллаху и ла и ла и ла и ла анта. Астагфору ла и ла тугу и ла. Продолжаем разбор хадиса о некоторых событиях, которые пересислил посланник Аллаха, из тех, которые случатся до Судного дня. И из этого слова пророка, и не перестанет быть в моей общине группа, которая будет на истине, и ей будет оказываться помощь от Превышнего Аллаха. Не навредят ей те, которые оставят его без помощи, а также те, которые будут противоречить ей. Остановились на словах Ибн-Аль-Мадине. Говорит у Ан-Ибн-Аль-Мадине ривая гуму-ль-Араб. И пришло у Ибн-Аль-Мадине ривая гуму-ль-Араб. Они арабы. То есть кто арабы? Имеется в виду Слаева Мансура. То есть это группа, которая будет оказываться помощь в конце времен. Говорит, этот риваят упомянул Хавис Ибн-Хаджик в своей книге Фадху-ль-Бари по дороге от Якуба Ибн-Шейба от Ибн-Аль-Мадине. И Ибн-Аль-Мадине привел на это довод риваят другой, где передается гуму-ль-Араб. Они люди гарба. Что такое гарба? Говорит, вофастер ал-Гарба бездалю ал-Азима. Ибн-Аль-Мадине указал, что ал-Гарб это большой, великий сосуд, то есть огромный сосуд. Потому что арабы были известны использованием этого сосуда. Тем, что они набирали воду с колодцев посредством этого сосуда. Что касается этого риваята, они люди этого сосуда. Этот риваят у имама-муслима, со слов Саада Ибн-Аль-Мадине. Значит, Али ибн-Мадине, откуда это взял? Прочитал этот риваят. Они те люди, которые используют гарб. И сказал, что гарб это вот этот большой сосуд, который используется у арабов. А раз они имеют отношение к этому сосуду, значит, эта победоносная община будет среди арабов. Палин-Науи сказал имам-Науи, позволительно, чтобы эта победоносная община состояла сразу из нескольких видов верующих людей. То есть, имам-Науи что хочет здесь объяснить? Говорит то, что те риваят или те хадисы, в которых приходят, что эта группа будет, например, в Шами. Или эта группа пользуется этим большим сосудом, например, который называется Аль-Гарб. Или то, что они будут такие-то или другие-то. Им будет оказываться помощь. Отсюда понимается, что они будут сражаться. Приходят некоторые риваят явно. Юха, Силиун. Они будут сражаться. Явные на истине. Пришло от имама-Махмада и от других, что он сказал, что это мухаддисы, то есть люди-хадисы. Если это не люди-хадисы, тогда я не знаю, кто они. И имам Анауи собирает все эти ревояты, все эти мнения ученых и так далее, и говорит о том, что победоносная община или победоносная группа, это не обязательно только одна какая-то прозволька верующих или один вид верующих, только мухаддисы или только обладающие навыками в войне, или только мухастеры, или только в Шаме, или только такие-то, или только арабы, но не иностранцы и так далее. Нет. Говорит, возможно такое, что победоносная община это смесь всех этих видов верующих, в них есть и такой, и такой, и такой национальности, и другой, и там они и в такой местности, и могут быть в другой местности. Говорит, и не обязательно, чтобы они были собраны все в одной стране, это не обязательно. Но возможно, что они действительно собрались в одном месте, а возможно также, что они раскиданы по различным частям земли, по различным местностям земли. Хутр это что? Хутр это часть земли или местности, или какой-то материк, или какой-то блок земли и так далее. И возможно также, что они все собраны в одном городе, или в одной местности. А может быть такое, что в некоторых местностях есть, представители этой победоносной общины, а в некоторых местностях отсутствуют вообще полностью. А возможно такое, что они были по всей земле, но затем земля стала что? Освобождаться от них. То есть имеется в виду, что умирают эти люди, которые являются представителем победоносной общины, и их становится все меньше и меньше в различных частях земли. А затем они исчезают вовсе, и представители этой победоносной общины остаются только в одном городе, или только в одной местности. А когда они исчезнут полностью, то есть не останется вообще никого из победоносной общины, тогда придет приказ Аллаха. То есть тогда придет что? Придет вот этот ветер, который заберет души людей, в которых есть хотя бы частица веры. И среди них будут представители этой победоносной общины. И когда Всевышний Аллах Спаса заберет это, тогда придет Судный день. И Судный день настанет на самых худших людях. Говорит, завершили слова Имаман-Науи сокращенно и с добавками к этим словам слов Хафиза ибн Хаджара. Из книги его Фаххульбари под хадисом номер 7313, а слова Имаман-Науи в шах Муслим под хадисом 1920. В этом также довод, то есть в этом хадисе, то что единогласное мнение общины является доводом. Потому что если всю общину мы соберем, то непременно среди них есть кто? Вот это вот победоносная община. Значит, если возьмем, допустим, просто для примера, допустим, верующих на земле, например, тысяча человек. Это просто для примера. И среди них, например, 10 человек из победоносной общины. Если все эти тысяча человек объединились на правильности какого-то мнения. Сказали, вот это мнение является верным. Говорит, среди них эти 10 также согласились с этим. А пророк соусом про них кто сказал? Не перестанет быть группа из моей общины на истине. Значит, эти 10 человек на истине. А раз все тысячи человек высказали за правильность этого мнения, значит, и эти 10 высказали за правильность этого. А пророк соусом засвидетельствовал за них, что они на истине. Значит, единогласное мнение общины является доводом. Потому что среди них непременно есть те, которые на истине. Ясно? Значит, их мнение является правильным. Говорит, потому что община, если соберется вся, то непременно среди них присутствует также и эта победоносная община, которая наивнее последствия пророка. Эти слова Аль-Куртуби, это Абуль Аббад Аль-Куртуби из его книги Аль-Муфтин, 3 том, 764 страница. И в этих словах пророка, великое знамение, или указание на великое знамение. А это то, что несмотря на малочисленность этой победоносной общины, несмотря на это, не навредят ей те, которые оставят их без помощи. А также не навредят ей те, которые будут противоречить ей и выходить против нее. Значит, вред человеку или вред какой-либо группе может прийти двумя видами. Либо кто-то явно нападает на эту группу, атакует ее, пытается принести ей внешний вред, либо это первый вид. Или второй вид, это когда те, на кого ты надеялся и рассчитывал, что они окажут тебе помощь против вот этого нападающего врага, оставляют тебя без помощи. Что хуже, первое или второе? Второе является более худшим и более тяжелым для души человека. Как это пришло в некоторых стихотворениях арабов. То, что неудивительно, когда на тебя нападает враг, в душе вредит то, что когда тот, на кого ты надеешься, он оставляет тебя без помощи. Это более тяжело для человека и более болезненно для него. К тому же, когда нападает на тебя враг, и ты готов к этому, человек мобилизует свои силы и готов к отражению нападения врага. Но когда тебя оставляет без помощи твой друг или тот, на кого ты надеялся и на его помощь рассчитывал, это что приводит к резкому ослаблению и к истощению сил. Потому что ты понимаешь, что тебе оказывается, что не приходится рассчитывать ни на кого, кроме как на твои собственные силы, после того, как ты надеешься на помощь от Всевышнего Аллаха. Говорит, видишь, Шейханнаджи говорит, и в этих словах пророка, салаллаху алисаляма, указание на великое знамение. А это то, что несмотря на многочисленность, а точнее на малочисленность, наоборот, этой победоносной общины, то есть этих людей мало, а врагов есть много, и они сильные эти враги. И те, на кого они надеялись, оставили их без помощи. Говорит, несмотря на это, не принесет им вред ни первые, ни вторые, ни те, которые нападают, ни те, которые оставляют без помощи. Никто им не сможет принести вреда, и они поэтому называются как мантура, то есть победоносная община, та, которая оказана помощь от самого Всевышнего Аллаха. Говорит, и в этом хадисе радостная весть о том, что истина не уйдет с земли полностью. Все равно будут на земле люди, которые будут твердо придерживаться истины, подобно тому, как она была, или в каком виде она была во времена пророка, салаллаху алисаляма, и подвижников. Даже если подавляющее большинство людей собьется с прямого пути на земле, все равно на земле будет присутствовать эта небольшая победоносная группа, которая будет твердо придерживаться истины, несмотря ни на что. Это из слов шейха Ан-Назди, который будет подводить итог, какие вопросы разбирались в этой главе. Вот этот вопрос понятен или нет? Говорит дальше. И также имам Ахмад использовал этот хадис в довод на то, что истигад, то есть истигад понятно, что это такое, то есть вынесение различных религиозных ферд и постановление по различным религиозным вопросам. Что он не прекратится до тех пор, пока в этой общине будет эта победоносная группа, потому что она на истине. И потому что события, которые происходят в этой вселенной, или в этом мире, или в этом бытие, постоянно обновляются. И необходимо, чтобы в общине были люди, которые могут выносить тетвы по обновляющимся вопросам. И говорит пророк, что не перестанет быть община на истине. Соответственно, будет выдавать тетвы по этим обновляющимся вопросам. Поэтому имам Ахмад сказал, что истигад не прекратится до тех пор, пока эта община будет существовать. Противоречие кому? Противоречие многим последователям четырех мазхабов, которые говорили, что сегодня истигада нет. Когда умер последний имам из этих четырех имамов, а это кто как раз? Как раз имам Ахмад. Истигад на земле прекратился. И нужно следовать, если человек обязан следовать за одними четырех мазхабов. Это мнение неправильное и является ошибочным. Потому что ворота истигада открыты до самого трудного дня, пока на земле будет существовать эта победоносная группа. Так как она будет на истине. И недостаточно будет брать лишь тетвы вот этих ранних имамов, которые жили, может быть, за тысячу или больше лет до этого события. Так как без тетвости не найдешь тетвы на эти обновляющиеся ситуации. И должны будут быть люди, которые будут выносить тетвы по ситуациям новым. Заново появившимся. Вот этот вот истигаль понятен имам Ахмад, откуда он это сделал. Это понятно. Вот это вот разъяснение этого блока является важным. И Ишалах теперь он стал ясен. Отсюда мы поняли, во-первых, что победоносная община может быть в разных частях земли раскинута. В одном городе один человек, во втором городе два человек. В одной стране может быть пять-шесть человек. В другой стране может вообще никого не быть из них. И так далее. Может быть, все они собраны в одной земле. Могут быть среди них люди различных профессий, различных национальностей и различных способностей, нравов и тому подобное. Могут быть среди них люди храбрые. Могут быть ученые из мухаддисов, мухастеров. Могут быть люди, обладающие навыками военных действий и тому подобное. Все это относится сюда. Могут быть в разных частях земли. Могут быть они в Шаме, могут быть они в Йемене, могут быть они на Аравийском полуострове в разных местах, могут быть в разных сетях земли, чего мусульманского мира. Это, иншаллах, ясно. Говорит в этом хадисе, и так будет, пока не придет приказ Аллаха. Эти слова необходимо понимать, исходя из того, что передается в других хадисах, что в конце времен Всевышний Аллах Фаанталя заберет души оставшихся верующих на земле, послав на них приятный ветер. И это произойдет после происхождения на земле великих знамений. Какие великие знамения? Как, например, выход Масиха Гаджаля, приход Иса, выход Солнца с Запада, выход животного и тому подобные знамения. Говорит, а после того, как будут забраны души верующих, то на земле не останется ни одного верующего, соответственно, на земле останутся только худшие люди. Как передает Аль-Хаким со словом Абдулла ибн Амара ибн Аса, то, что он сказал, Не наступит судный день, кроме как на худших людях. Пророк сказал, что на этих худших людей с кем сравнил? В одном из хадисов? Нам. С теми, которые берут могилы своих пророков местами поклонения. Начинают поклоняться Аллаху. Смотри, Аллаху не этим, мертвыми, не могилам, а поклоняются Аллаху, но делают это на местах захоронений, на могилах, на кладбищах и так далее. Пророк сказал, что уравнял их по действиям с худшими людьми, на которых наступит судный день. Говорит, а они будут худшими людьми и из людей невежества. И когда услышал, что этот хадис от Абдулла ибн Амара ибн Аса, он сказал, Знаешь, что ты говоришь? То есть, что ты рассказываешь? Что касается меня, ты я слушал, как пророк сказал, Не перестанет группа из моей общины сражаться по приказу Аллаха. Они будут явными на истине и не навредят им те, которые будут противоречить им. И так будет, пока не наступит судный день, а они на этом. То есть, что произошло? Рокба ибн Амир начал спорить с Абдулла ибн Амр ибн Асом. Потому что Абдулла ибн Амр ибн Ас говорит, Пророк сказал, что судный день наступит на худших людях. А Рокба ибн Амр говорит, что такое говоришь? Я слышал, что Пророк сказал, что не перестанет быть в этой общине, группа людей сражается на истине до самого судного дня. То есть судный день не настанет на самых худших людях. Наоборот, среди них будут кто? Представители победоносной общины. Факал Абдуллах, тогда Абдуллах имн Амри имн Ад сказал, «Уйяба асуллаху рихан, рихуа аль миск, ламасуа нас аль харир». Говорит, пошлет Всевышний Аллах ветер, этот ветер, запах его будет подобен запаху миска, а его нежность и мягкость и затрагивание будет подобно хариру, то есть шелку. «Салатат руку ахадан фи кальби мискал азарра мин иман илла канададху». И этот ветер не оставит никого на земле, у которого в сердце есть, хотя обмельчающая частица веры, кроме как заберет эту душу. «Сумма яб ташарарум нас», а затем останутся худшие из людей, «са алей им тапу муссаа», и уже на них наступит судный день. Этот хадис приводит Аль-Хаким, говорит с Иснадом, с Иссаерном, который соответствует условиям имама муслима. И этот же самый хадис приводит также сам имам муслим. Вот этот вопрос понятен ли мне? Как собрать между двумя, казалось бы, внешне противоречивыми хадисами? Вот и с саги муслим, и с саги муслим приходят, «Ла тапу муссаа, хатта лаю талятил ард Аллах Аллах». И наступит судный день, пока на земле не перестанут люди произносить «Аллах, Аллах». То есть настолько будут люди невежественные, что не будут знать своего творца, не будут знать свой объект поклонения, которому они обязаны поклоняться, и для чего создают Всевышний Аллах, и на земле даже не будут произносить имя Всевышнего Аллаха. Говорит, этот хадис приводит имам муслим со слов Анаса ибн Малика. Исходя из этого, получается, что хадис Рукба ибн Амир, а также подобные этому хадису, нужно понимать, «хатта тасягум сага», пока не наступит судный час, то есть сагатум, то есть час для этих людей, то есть судный час для каждого человека, когда наступит, когда он умрет, наступит для него его малый судный час, потому что он уже не способен исправить ничего после его смерти. Говорит, а это время их смерти с приходом этого ветра. Это разъяснение привел хадис ибн Хаджир под хадисом 7.312 из Хаги Аль-Бухари. И произошло разногласие у ученых, где будет эта победоносная община. Ибн Батталь сказал ибн Батталь, эта группа победоносная будет в Иерусалиме. Как об этом передает Абтабарани со слов Абу-Умамы, когда люди сказали, я, Расул Аллах, а где будет эта победоносная община, он сказал, что это будет при Иерусалиме, то есть эта победоносная община будет в Иерусалиме. Говорит шейх Мухаммад Хизам, этот хадис является слабым. Приводит его Абтабарани, а также Ахмад, по дороге от Яхия ибн Аби Амра Ассайбани, от Амра ибн Абдиллах Ассайбани Аль-Хадрами, от Абу-Умамы, и до Байлама Мухаммад, и Акнаб Батталь Махдис, а также вокруг Иерусалима. Иснат его дает, и этот иснат является слабым, из-за чего джихала неизвестности Амра ибн Абдиллах Ассайбани Аль-Хадрами. Он, передатчик неизвестный. И говорит, Аль-Хадрами назвал этого передатчика крепким, но имам Абдалбани явно заявил, что Ахадрами из тех ученых жарха и тадилла, которые проявляют послабление в вопросах жарха и вопросах тадилла. Тем более, когда это касается, говорит, различных табиджинов, от которых не передает никто, кроме как малое количество людей. Также крепким этого передатчика назвали Ибн Ассайбан, а также Аль-Иджли, и они также известны своим послаблением в этих вопросах. Видишь, сразу три человека, а это Аль-Хасави, ибн Ассайбан, и Аль-Иджли, назвали этого передатчика крепким, и они известны своим послаблением в этих вопросах, поэтому от них это укрепление не было принято. Говорит Аль-Хадрами, и у этого хадиса есть поддерживающие, хадисы со слов Мурра Аль-Бахзи. Этот хадис приводит и Акоп Ибн Ассуфьян в своей книге Аль-Ма'ри Фаоттари, но в его иснаде Абу Аль-Айла, Абу Аль-Айла, шейх Мин Аттим, то есть Абу Аль-Айла, про которого говорят, шейх Ис-Аттла, и он тоже неизвестный передатчик. А также в его иснаде Курейб Ас-Сахули, положение которого неизвестно, то есть один Маджуул Аль-Айн, и второй Маджул Аль-Халь. В Аль-Айлах шейх Мин хадис Абу-Гуриры, и также у этого хадиса есть поддерживающая цепочка соклов Абу-Гуриры, которые приводят Ибн Ассакир, с различных иснадов, и все они являются больными, недостоверными. И сказал Муаза Ибн Аджабаль, сказал, эти люди будут в Шаме. Это уже не слова пророка Салаваса, а слова того Муаза Ибн Аджабаль. Говорит, этот Асар от Муаза Ибн Аджабаль является достоверным от него, как об этом приходит в Бухари под номером 3641. Значит, у ученых произошло разногласие в таком вопросе, где будет эта победоносная община. И привели вот этот ревоят, который приходит у Астабарани, то, что они будут в Шаме. А также этот Асар от Муаза Ибн Аджабаль, то, что они в Шаме. То есть, Шам это где? Современный Ливан, Иордания, Сирия и Палестина. И среди Палестины, или случается состав Палестины, что? Иерусалим. Говорит, Но в словах Астабари приходит указание на то, что не обязательно, чтобы они были именно в Шаме, или постоянно именно в Иерусалиме. Но нет, наоборот, они могут быть в других местах в различные времена. То есть, смотри, отсюда что берется? То, что сегодня многие представители Ихуаны Мусульмон, или Сакфиристов, или представители Аль-Каиды, которые ведут военные действия где в Сирии, используют вот эти хадисы. Говорят, приезжайте к нам и воюйте с нами. Почему? Потому что пророк Савалсон сказал, что Паефа Мансура, победоносная община, будет где в Шаме. Это как раз и есть мы, говорят. Поэтому что приезжайте сюда. И используют вот эти доводы, которые указывают на то, что победоносная община в Шаме. То же самое делают, что лидеры или проповедники партии Хамас, которые находятся в Палестине, которые указывают на то, что это мы и есть, то есть победоносная община. И тому подобные моменты. Говорит в словах Астабари приходит указание на то, что необязательно, что они именно в Шаме постоянно находятся там. Но может быть наоборот, что они в каких-то других частях земли. Культу говорит шейх Абдул-Рахман Абдул-Хасан, Рахима Аллах, разъясняет этот момент. Бейкуешаду лаву аль-ваақи, вахал ахли Шам. И свидетельствует за это действительность и то положение людей Шама, которые мы видим на сегодня. Вахал и бейтин макдис мин азмин атауиля и людей Иерусалима с давних времен. Ла юарапи ги манкама биадал Амар, бада шейх Алислам Алислам Алина Саймия, вахал и фельхарм ас-сааби. Неизвестно среди людей Шама сегодня никого, кого можно было причислить, кому в победоносной общине. Со времен шейх Алислам Алина Саймия и его приверженцев с самого седьмого века Ижры. То есть не означает, что ни одного человека нет. Имеется в виду, мы, говорит, не знаем такого явной какой-то группы, которая была бы в Шаме. Все, что мы знаем, это то, что шейх Алислам Алина Саймия и шала был из этой группы. И был измучатель от этой общины. Но он в Шаме когда жил? В 12 веке Ижры, то есть это было давно. Со слов шейха Абдрахмана им. Абдрахмана им. Ассана в каком веке жил? Жил в 12 веке по Ижры. То есть 5 веков назад, говорит, там возможно и была эта победоносная община. В лице кого шейх Алислам Алина Саймия и тех, которые его поддерживали. А что касается тех времен, в течение 5 веков, мы, говорит, не знаем такого, чтобы там была какая-то группа, которая была бы наистине, ее можно было назвать победоносной общиной. Говорит, в начале 8 веков. Говорит, в шейх Алислам Алина Саймия, а также те, кто его поддерживал, были в его времена на истине и призывали к ней. И спорили за эту истину. И сражались за эту истину. И возможно, говорит, такое, что придет когда-либо какая-то группа или какие-то люди, подобные шейх Алисламу Алина Саймии, которые будут жить в шале и заменят шейх Алислама своим призывом к истине. Вот этот вопрос понятен или нет? Сейчас, говорит, мы такого не знаем. Но не исключено, что такого досудного дня будет, что там появятся люди, которые будут на истине. Вот там астук без сунна, который будет крепко держаться за сунну. А Аллах на всякую вещь способен. Также, говорит, укрепляет это мнение. Какое мнение? О том, что Алис Сунна, то есть Саифа Мансура, Победной Оскорщине, может быть в разных местах, не обязательно в шале. Укрепляет это говорит то, что люди истинные и сунны во времена четырех имамов, а также в те времена, когда земля была переполнена учеными, в их времена и до и после, они были в разных местах. Имам Малик был в Медине, то имам Ахмад был где? В Ираке и тому подобное. То есть разные имамы были в различных местах. Бальгум фигалиб алямсар кишам, минхум аляимма уфиль хаджаз, уфиль миср. Были, говорит, в различных местах. Как в Шаме, там были различные имамы, так и в Хаджазе, так и в Мисре. Уфиль айрак, уфиль йаман, так же в Ираке и так же в Йемене. Вакуллим алял хак и наобилюн. Все они отличались тем, что отстаивали истину. И сражались с тем, с нововведенцами. И они оставили после тебя книги, которые стали знаменами того аль-сунного джема'а. И стали доводом против каждого нововведенца. То есть книги, которые написаны, как Аш-Шариа Аль-Аджурди, книга Аль-Лалака и имама Ахмада, его сына Абдуллаевна Ахмада, Абдар Ахутни, Аддарими и тому подобных имамов, которые оставили различные опровержения на различных нововведенцев. Они являются сегодня чем? Знаменами аль-сунного. Когда спрашивают, ты приверешься сунны или нет? Да, какие книги ты изучаешь? Он говорит, Афир и Бнукафир, он говорит, Саи Бухари, такое-такое. И ты узнаешь, что это человек, кто из тех, которые изучают салитийские, суннинские книги. Вопрос, ясен или нет? Юнав и Лён отстаивают, отстаивают истину. Говорит, исходя из этого, получается, что эта община может собраться где-то в одном месте, а может быть раскидана в разных местах. Может быть как в Шаме, так и в других местах. И говорит, хадис Абу-Умама, а также Муаз и Бну-Джабеля, не означает, что они только в Шаме во все времена. Но лишь означает то, что она может быть в Шаме в некоторые из времен, но не во все времена. И здесь у нас есть еще что, говорит, не присутствует рукописи, но присутствует в изданиях несколько словах шейха Абду-Рахмана ибн-Хасмана, «Ва куль-людюм на тиминаду хадис, а аламун мин ааляман мугуа». И каждое предложение из этого хадиса является знамением и знамением пророчества Мухаммада, саллаллаху алисалям, «Саинна куль-на маахбара би-н-набию, саллаллаху алисаллиаду хадис, «Ва каакам маахбара». Потому что все, что сообщил пророк в этом хадисе,